Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Правильное распределение времени делает его еще более драгоценным. И мы понимаем, что в предновогоднюю неделю каждая минута на вес золота. Мы не займем у вас много времени. Все самое интересное вы увидите прямо сейчас. Бумага как материал для творчества Светланы Макаровой и ее авторские открытки. В каждой кукле частица души Евгения Бурцева о себе театре куклах. Иван Царевич и Серый Волк 4. Тамбовчане увидели мультфильм до официальной премьеры. Зима – это время сказок, любви и тепла. А Новый год – это время подарков и исполнения желаний. А как известно, самый лучший подарок тот, что сделан своими руками. В рубрике «Мастерская» Светлана Макарова. В технике «Скраббукинг» она покажет, как в домашних условиях можно сделать эксклюзивную новогоднюю открытку. Через несколько дней наступит Новый год. Для многих наступит сказка, которую они ждут весь год. Это исполнение желаний, это подарки. Вот для вас Новый год – что это за праздник? Ну, конечно, это праздник волшебства в первую очередь. Каких-то неожиданных таких приятных событий. Хочется, естественно, в новогоднюю ночь и вообще в Новый год, чтобы все начиналось очень хорошо. Почему возникла идея создавать открытки? Возникла идея у меня тогда, когда я искала подарок своим близким, родным, сделать что-то необычное своими руками, чтобы этот подарок запомнился и хотелось его хранить долгие годы, не выбрасывать как ненужную вещь. И вот каким-то образом, я уже не помню, это было лет 8 назад, я наткнулась на изготовление открыток ручным способом. Давайте сейчас в такой, можно сказать, импровизированной домашней обстановке посмотрим, как можно создать абсолютно такую эксклюзивную, неповторимую открытку собственными руками. С чего начать? Нам нужно придумать открытку. Некоторые люди как бы в голове этот образ держат, а некоторым удобнее, допустим, нарисовать схематично, допустим, в какой стороне какой элемент будет находиться. В данном случае у меня идет вырубка так называемая, которая может быть разной формы, из различной бумаги. Но у людей, которые только как бы начинают заниматься этим видом творчества, достаточно будет просто подобрать картинки какие-то. Может быть, даже использовать те же самые старые открытки, вырезая из них элементы и собирая их в определенную композицию. Для основы у меня такая вот идет бумага акварельная. Здесь у меня, на которой я буду составлять и собирать композицию открытки, это так называемая скраб-бумага. Она более плотная. Это не та бумага для творчества, которая продается в детских магазинах. И такую бумагу можно приобрести в магазинах для рукоделия. Этот элемент тоже распечатывался на принтере обычно. Вот, в принципе, здесь ничего такого сложного нет. Если даже хочется какой-то элемент выделить, а его нет, этой картинки, можно найти в интернете эту картинку. Можно распечатать, можно вырезать красиво. Есть фигурные ножнички, которые продаются, они недорогие. Также можно использовать вот ниточки, вот обычные вязальные ниточки. Они очень хорошо дополняют и украшают работу. Если мы приклеим полностью элемент, он будет плоский, будет смотреться некрасиво. А нам нужен такой 3D-вариант? Да, нам нужно, чтобы она была такая объемненькая, красивенькая. Это все бумажная вырубка. Она тоже, скажем так, придает воздушность и красоту открытке. Сейчас мы олени, тоже символ Нового года, добавим. Ну а как же три белых коня, декабрь, январь и февраль? Ну вот так получается, что олени, наверное, больше нам нравятся. Вот эта основа, так сказать, мы ее приклеим уже к открытке. Вот эта открытка у нас такая получилась. Допустим, вот эта открытка с так называемым шейкером внутри. Ну, она, в принципе, вот тоже есть. Тут несколько открыток. Создается пространство, в которое насыпаются бусины, пайетки. И это все красиво обрабатывается, и она, открытка, получается такой немножечко шуршащей. Красота у вас не только снаружи, но и внутри. То есть вы не останавливаетесь на достигнутом и совершенствуете работу. Да, хочется, чтобы человек, открывший открытку, как бы вот снаружи она такая вот, ну, красивая, да, и хочет, чтобы внутри человек открыл и тоже порадовался. Не только открытку можно подарить, а можно подарить денежный подарок. Вот. И чтобы, ну, дарение денег было красивым, интересным, можно подарить вот в таком конверте. Это так называемый чипборд. Это из пивного картона, вырезается на лазере. Вот. И тоже используется в скрабукинге, в открытках, фотоальбомах. Мои открытки людям нравятся, что я, так сказать, вкладываю в них частичку своей души, любви. И люди это ценят. Мне очень приятно. Приятно, что их радует мой подарок. Вот. У знакомых, вот, которым я дарю, я, приходя к ним в гости, вижу, что мои подарки они хранят. Театр «Кукол» стал для нее домом, а актерский коллектив – семьей. Евгения Бурцева в профессии 20 лет. Ее образы яркие, персонажи характерные, а роли – запоминающиеся. О своей сказочной жизни и театральных ролях она поделилась с нами сразу после спектакля. На самом деле я не знала о театре «Кукол» вообще ничего. Когда я была маленькая, были новогодние каникулы, я смотрела телевизор точно так же, как и все мы дети смотрели. Потому что делать нечего, в школу не идешь. И там показывали мультики новогодние, ну и сказки. И вот мультики, которые были кукольные, они, я от них балдела. У меня очень такая счастливая судьба актерская получилась. Начинала я с такого «Зайки за знайки», и он был в силу моего тогда возраста очень мне близок. Дерзкий такой. Потом пришло время и вот эта романтика отношений, там, мужчины и женщины. И ко мне это пришло в ролях. Мы с Сашей Колупаевым играли очень долгое время «Любовь». Вот у нее секрет, что кукла театральная, она может смотреть вот только носом. Да, вот если она будет смотреть там глазами, то это будет мимо. А вот если носом, всегда вот этот вот шток, который сзади, он идет насквозь и упирается. Вот у него вот он упирается вот сюда вот в самую переносицу. Тогда я сзади, когда я ее управляю, не надо заглядывать там вот спереди, куда он смотрит. Или у него еще есть такая стука, смотри, он удивляется чуть-чуть сейчас. Раз, и удивился там, допустим. Ну, маленький такой элемент, он косматый. Или вот он ходил, ходил, все. Потом вот ему понравилось что-то, и он удивился этого все. Все куклы лежат у нас в этом сундуке, от этого спектакля. И вот его уже собрали по обманчанию, вот как раз-таки место осталось для моего Степана. Спектакль «Золушка». И это один из самых моих любимых спектаклей. Сейчас он не идет. Благодаря этому спектаклю, в том числе, я убеждена и уверена в том, что счастье заслуживает только совестливый человек. Вот она, эта Золушка, она как раз-таки очень совестливая. Вот стихи, которые он там написал, «Ты счастье ждешь, оно приходит, но что спугнула радость с лиц? И без тебя по свету бродит твой самый лучший в мире принц. Как птица с ветки оторваться и полететь за счастьем вслед. Но как не просто разобраться в простых словах, да, нет, да, нет». Когда мы его репетировали, у меня столько слез было. Вот по каждому поводу. Как вот затронет, это он сам написал, Марк Скофман, эти стихи. Так, вот, проходите. Тут есть несколько кукол. Вот со спектакля. Тоже взросла, балабо. Варвара как раз-таки яркий представитель эволюции наших с Сашей отношений. Почему я все время говорю про Сашку Лупаева? Потому что столько совместных спектаклей и работ было, вот начиная от «Принцесс» и заканчивая вот этой «Варварой». Представил этот спектакль «Климчук» из Беларуси, кстати говоря. Вот, и придумали вот такие вот ротики у всех героев. Вот, и они работают иногда очень-очень хорошо, а у некоторых даже еще и глазки сожигаются. Что для меня вот эта каждая роль, которая есть? Что для меня этот каждый герой, характер? Мне на этот вопрос пришлось ответить в самый первый день нашего поступления в институт. Я говорю, я думаю, что вот я буду играть, я еще не поступила, я думаю, что я буду играть много-много-много ролей, и в одной из них я все-таки найду себя, какая я есть на самом деле. В каждой в ней и в ней и в ней и в ней есть частичка меня. И получилось, что я не одно что-то, а так, как и должно быть в каждом человеке, я вместилище многого. Каждый человек примитивно вмещает в себя добро и зло ровно пополам, в том и есть гармония. И у меня в силу профессии вот этих вот тонкостей и нюансов добра, зла, их намного больше пришлось вот открыть в себе. Поэтому каждая эта роль, каждая эта кукла, это и есть одна из частичек меня. Я хочу сама уже рассказать сказку, в которой я расскажу какую-то особенную историю. Я буду стараться, если у меня получится, я вам скажу об этом, получить образование, потому что во время этой работы я поняла, что многого я не знаю, и изобретать велосипед не нужно. Нужно обязательно получить, постичь эту науку для того, чтобы делать все грамотно. Каждый год кинотеатр «Синема Стар» делает для своих маленьких зрителей предновогодний премьерный показ мультфильма. На этот раз это Иван Царевич и Серый Волк 4. Подробности в нашей рубрике «Большой экран». Пойти в кино для взрослых и детей – праздник. В минувшие выходные в кинотеатре «Синема Стар» состоялся большой предпремьерный показ мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4». Такие мероприятия стали доброй традицией кинотеатра в Рио. Их с нетерпением ждут и взрослые, и дети. У нас сегодня вновь премьера, как каждый год перед Новым годом, премьера мультфильма «Серый Волк» Иван Царевич 4. Нам очень радостны эти события всегда, потому что самое главное – мы наслаждаемся теми эмоциями, которые дарят нам наши гости, наши дети. Это радость, счастье, огромное желание к нам приходить в любое время года. Я хочу увидеть, что будет новое счастье «Иван Царевич и Серый Волк». Хочу увидеть, как кот поет, и как они будут что-нибудь там интересное делать. Я хочу смотреть очень интересный мульчик. А чем что-то интересное, расскажите? А, Чаревич, Иван Царевич и Серый Волк. Мне понравилось, что тут все хорошее. А что здесь будет? Тут кино. И тут будет мульчики там. Гости праздника не только увидели приключения любимых героев на большом экране, но стали участниками новогоднего представления. Еще три. Мы громко приключим. Снегурочка. Готовы? Один, два, три. Снегурочка! 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 Прекрасное начало новогодних праздников для того, чтобы с позитивным настроением начать следующий год. Ребятки, а кто из вас громче всех хрикнет «Синемаста»? Давайте проверим. Раз, два, три. Синемаста! Хорошего понемногу, и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами уже в следующем году, в пятницу, на канале «Новый век». Свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова